На Ставрополье в эти дни продолжается фестиваль детского творчества. Начинающие артисты нашего края и соседнего Краснодарского собрались в парке Победы, краевой столицы. Оценить их таланты вместе с жюри решилась Анастасия Назарова. Самое интересное всегда происходит за кулисами. Только там можно увидеть артиста настоящим, без маски, с его волнением и переживаниями. У всех этих мальчишек и девчонок позади череда репетиций. От рассвета до заката, а впереди сцена и только одна попытка поразить зрителей. Открытый межрегиональный фестиваль детского творчества «Волшебная планета детства» проходит уже в седьмой раз при поддержке Краевого министерства культуры. В этом году, отмечают организаторы, съехалось рекордное число участников. Полторы тысячи. Самым маленьким едва исполнилось четыре. Созвездие талантов как звездная волна здесь. Одни танцевали, другие пели, третьи играли на музыкальных инструментах. Были и те, кто с чувством с толком с расстановкой стихи читал. Маленькие художники свои картины представляли, а модницы в авторских нарядах под сцене щеголяли. Руководители стараются сшить очень яркие, красивые костюмы. От этого дети наши просто радуются и глазки у них горят. Каждый старается так себя раскрыть. То есть начинают, вот отдаются сцене. Вот еще они маленькие, но они же понимают, что они на сцене, что им надо тянуть носочки, что им надо улыбаться, чтобы их оценили по достоинству. Все участники детского фестиваля получают билеты на бесплатное оказание на аттракционы. В этом конкурсе нет проигравших. Все коллективы уносят с собой дипломы и медали. Анастасия Назарова и Сергей Кочетков, Вести, Ставрополь. У меня на этом все. В студии был Владимир Макаров. До новых встреч.